привет друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про такую интересную тему про которую многие не задумываются и считают что она не важна и она вообще принципе не требует внимания но на самом деле это очень важная тема в онлайн играх особенно в последнее время в 2018 дай думаю в следующем году любят сейчас выпускать игры да и те которые сейчас уже есть игры которые развивают и в них выходят патчи любят их делать недоделанными какими-то корявыми наполовину готовыми выпускают и в этих онлайн играх люди проводят много времени соревнуются между собой и приходит момент когда начинает гореть жопа от того что ты уже провел достаточно времени в этой игре уже в принципе все основные механики в этой игре усвоил и начинает у тебя гореть от того что ты уже в этой игре разбираешься и в механиках и в каких-то ошибках корявостях игры где она недоделанная где она на твой взгляд неправильная и ты начинаешь гореть от того что ты все это видишь по многу раз и обращаешь на это каждый раз внимание и жопа твоя горит все больше и больше но когда ты начинал играть в эти игры всякие онлайн даже они были еще более недоделанные и корявые и кривые тот не горела жопой ты и я и мы все проводили в них много времени играли с удовольствием но сейчас приходит такое время что игры все быстрее быстрее себя исчерпывают потому что их выплевывают буквально полу готовые и там контент буквально быстро себя исчерпал и все в принципе ты основные механики понял какой-то потолка основного скилла достиг а потеть дальше чтобы стать одним из лучших игроков принципе смысла особо нет потому что а для чего те настолько себя сильно убивать чтобы быть просто одним из лучших в какой-то недоделанный полу корявой игре ну сомнительное удовольствие тем более сет и обычный урок а не какой-нибудь киберспортсмен по этой игре и твое будущее особо не зависит от этого поэтому начинает просто гореть жопа и люди либо уходят из игры либо время от времени возвращаются и каждый раз горят но все на самом деле очень просто нужно просто перестать обращать внимание и напрягать себя и накручивать просто просто этими всякими вещами ты просто знаешь что они не доделаны и что-то не так в игре можно было бы лучше многие из нас знают в каждой игре в которой проводят много времени знают что можно было бы сделать лучше но разработчики сейчас делают так игры чтобы в них была возможность для всех иногда добиться какого-то результата в каких-нибудь мелких случаях или какой-нибудь принципе итоговой катки получить какой-то результат даже если ты вообще деревянный и туполобы и в этой игре полностью зачем это сделано для того чтобы при каком-нибудь везение и на да даже человек который просто иногда играет по фанчику тоже получал результаты у него от этого был интерес продолжать возвращаться в эту игру и играть а те люди которые потеют очень сильно в игре и всерьез ее воспринимает они очень сильно горят из-за того что на них это работает в обратную сторону и им чаще не везет чем везет на одном скилле игры только не затащатся потому что очень много везения в каждой из игр есть какие-то доли случайности везения в целом лучше относиться к игре реально как к игре это просто игра в которую вы пришли провели время и все принципе обращайте внимание на позитивные какие-то вещи в игре если вы устали от игры отдохните займитесь чем-то другим я перестал обращать внимание на всякие такие вот ситуации и сам себя перестал накручивать чтобы не горела жопа да я знаю что там допустим в танке или в пубках есть какие-то косяки и варе есть какие-то люди которые играют странно делают какие-то непонятные вещи твои союзники там в танках вообще дичь могут делать механики в игре чего-то не хватает или что-то сделано очень убого и какого-то баланса не хватает или еще что-то мы все про это знаем и и разработчики скорее всего тоже знают потому что нельзя этого не знать это надо быть просто абсолютно слепым просто каждый занимается своим делом кто-то пытается развить игру так чтобы человек мог прийти такой вот на расслабончики что-то там купить в игре по фанчику побегать поиграться и надо получить какой-то результат и просто с хорошим настроением пойти и заниматься своими делами не вас не особо задумываясь о том что там вообще в игре происходит какие-то механики что там на самом деле в игре так что не так людям вообще не особо так париться в основном люди они чего не заняты там своей жизнью каким-то своими делами такие вот задроты которые беспокоятся за игру и прям каждую мелочь видят и переживают чтобы там все было хорошо чтобы было интересно играть и решал только скилл опыт и было очень интересно и насыщенно сражаться друг против друга это и разработчиков и игроков которые приходят в основной частности просто поразвлекаться время просрать это их ни тех ни других особо не заботит нужно знать какую-то меру чтобы не сгореть нужно экономить свои нервы беречь потому что это здоровье сейчас когда проходит марафон на прем танк в картошке это очень сильно важно чтобы не портить себе здоровье не обращайте внимание на всякие дурацкие вещи которые происходят я просто для себя придумал так что картошка это казино ты нажимаешь просто в бой и дальше потом крутится там не знаю что мы крутимся рулетка крутится или кости бросаются неважно просто это казино что выпало в бою то и выпало я свою силу играю в бою показываю вижу как люди там что-то делают не так я просто с них поприкалывался какой-то там респ не такой еще что-то не так я на это все не влияю зачем мне себя этим напрягать тем на что я не влияю союзники там или враги что-то делают я на это не влияю зачем мне самому себя напрягать еще от этого гореть и вам советую лучше поберечь свои нервы если уж сильно не можете себя держать в руках как у меня вот недавно горела просто капец просто сделайте перерыва отдохните ну и либо как я сделал я просто начал смотреть игры под тем углом что это просто эта игра какая-то из игр более серьезно какая-то более похожа на казино и на самом деле когда ты не переживаешь а просто играешь показываешь свой скил и играешь свою силу не напрягаешь себя ничем получается играть даже лучше чем когда ты горишь и бомбишь потому что когда у тебя горит ты не держишь себя в руках не контролируешь и можешь сделать какие-то ошибки и это никому не надо особенно вам самим а когда играешь на расслабоне все получается намного лучше главное чтобы у вас было желание и интерес играть но если его сейчас нету тогда придется делать перерыв с этим занятием на мой взгляд это конечно мои советы я сам в процессе тренировки своей силы воли чтобы не сжигать себе самому свой пердак от игр вообще конечно полностью ни на что не обращать внимание играть какого счета неправильно это будет вообще как-то уныло надо обращать внимание на все вещи но нужно на них смотреть под другим углом это просто игра люди которые в онлайн игры играют они не обязаны делать все идеально идеальных игр не бывает единственные игры которые могут приносить целиком хорошие впечатления это какие-нибудь игры на прохождение это в них бывают всякие баги и косяки какие-нибудь задания дурацкие тот же самый ведьмак я в него 80 часов играл прошел и там было одно задание от которого у меня все равно сгорела жопа хотя вся игра мне очень сильно понравилась и я получил удовольствие от прохождения но все же там было целое одно задание от которого у меня сгорела жопа но опять же есть онлайн игры от которой горит просто целиком если самого себя накручивать и обращать на все эти вещи внимание просто постарайтесь превратить это все в шутку в прикол не бомбить с вами был варчик играть красиво пока а